Половодие набирает силу. Сегодня спасатели провели авиаразведку подтопленных территорий региона. На особым контроле 10 участков в Киржачском, Петушинском, Судогодском и Собинском районах. Подтапливаются дачи, дороги. Один населенный пункт Фрязина по-прежнему отрезан от большой земли. МЧС обеспечивает жителей едой и водой. Ну а под Владимиром вода накрыла приусадебные участки. Поселок Мостострой, улица Набережная сейчас как нельзя лучше соответствуется ему названию. Если в прошлом году вода доходила примерно до столба, теперь подобралась значительно ближе. Затопила часть дороги и несколько участков. Там, где были клумбы, дорожки и грядки, теперь плещут волны. Но хозяева, по всей видимости, застанут лишь промокший подвал. В эту часть поселка дачники приезжают только летом. На сегодняшний день Клязьма поднялась внушительно на 4 метра 19 сантиметров. Может прибавить еще метр. Потому что скоро дожди ожидаются. Плюс Клязьминское водохранилище, возможно, будет сбрасывать свои воды. Так что мы не снижаем бдительность и предупреждаем об этом жителе, что все может быть. Но это крайний случай. Такое было лет 7 назад, вспоминают местные жители. Клязьма поднялась почти на 6 метров. Вода дошла до подъезда в двухэтажек. Но люди даже тогда не захотели уезжать. Сейчас служба ГОИЧС тоже на всякий случай оповестили мостостроевцев, что в случае ЧП можно эвакуироваться в гостиницу «Заря». Вода хоть и далеко от домов, но прибывает буквально на глазах. Вчера не было вот здесь воды. Была вот у того сарая, вот у края, вот у угла была. Вот это вот, буквально, можно сказать, за сутки. В выходные сюда с проверкой приезжали сразу две службы. Рыбоохрана проверяла, не браконьерит ли кто. Прибыли и спасатели оценить обстановку. Вчера МЧС приезжали, они сказали, еще три дня будет прибывать. Но вот последние, вот за последние три дня, я думаю, почти, наверное, чуть ли не на метр прибыла она. Мы вот вчера ставили, убирали здесь. Специально вон там палочку воткнули вот так. И буквально на глазах сантиметров на 20 она подвинулась. Под водой также оказались дачные участки в низине Устарицы, по другую сторону Южного объезда. Их топит уже второй год. Залит и практически весь лес, от ямы до берега Клязьмы, где владимирцы в майские праздники обычно жарят шашлыки. И дело тут не только в разливе реки. Сама почва промерзла глубоко. И с одной стороны, это неплохо. Значит, будет меньше проблем с лесными пожарами, когда станет сухо, тепло и начнутся палы травы, которые стали настоящей напастью для региона. Радует то, что сейчас влаги воды в почве много, она еще долго будет держаться. И это, конечно, приведет к тому, что пожаров сильных мы не ожидаем, по крайней мере низовых. Но лето жаркое ожидается, все может быть. По крайней мере, на первых порах влага пока в почве есть. В сезон пожаров мостострой тоже может оказаться в опасной зоне. Дома на окраине поселка, а они в основном деревянные, стоят буквально в 10-20 метрах от леса.